Делом о нападении на сотрудника больницы скорой помощи теперь будут заниматься не сотрудники органов внутренних дел, а их коллеги из следственного комитета. Речь идет о происшествии в Воронеже 22 января. Подробнее в материале наших корреспондентов. Вечером 22 января в приемное отделение больницы скорой медицинской помощи на проспекте Патриотов доставили пациентов. Пока не ясно, что стало причиной конфликта между 61-летним мужчиной и 44-летним медсестрой. На этот вопрос ответит следствие. Однако свидетели говорят о том, что неуравновешенный больной схватил ножницы и нанес ими удар в лицо сотрудницы больницы. Ей потребовалась медицинская помощь, которую прямо на месте оказали коллеги. К сожалению, случай нападения пациентов на медицинский персонал не редкость. У меня здесь работала тетя до этого, и она рассказывала, что это не первый раз такие случаи. Когда здесь родильный дом был, говорили, что здесь как бы папочка молодой накинулся на кушера. Бить морду, что он плохо у жены приняло рода. Она чуть не скончалась. Такие вот случаи. Естественный вопрос, как обезопасить медицинских работников от нападений со стороны неадекватных граждан. Хотя в БСМП, судя по всему, охрана организована на необходимом уровне. Ну, здесь и так охранники стоят, не пускают. Без пропуска не пускают. Вот. Я хотела пройти, а они говорят, дойдите, пропуск берите. Вот. Так что я не знаю как. Ну, а как в отделениях можно еще обезопасить? По-моему, здесь достаточно охрана. Так что, скорее всего, надо вести речь о том, что сама мысль о нападении на людей в белых халатах должна быть неприемлемой. Например, нападение на сотрудника полиции считается как нападение на сотрудника при исполнении. Это соответственное наказание законодательное. А медицина, ну, как бы люди здесь тоже в ночной дежурят. Им бы можно тоже сделать законодательно, когда нападение на них приравнивалось бы как к нападению на сотрудника при исполнении. Там, соответственно, другие наказания. Может быть, это пугало людей больше. Остается теряться в догадках, что подтолкнуло мужчину к нападению. Скорее всего, что-то со здоровьем отклонение какое-то. Не просто так. На врача накидываются. Я считаю, это человек болен психически. Какой тяжести травмы, которую получила медсестра, определит судебно-медицинская экспертиза? Дело из МВД передано в Следственный комитет. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.